Ребята, всем привет! На выходные поехал в Суньфуньхэ. Это, кто не знает, кто не из Приморья, не из Владивостока. Это приграничный город рядом с Уссурийском. Кроме 3 часа езды на автобусе. Это уже в Китае. Климат примерно как в Приморье. Просто поехал попить пиво, поесть китайской еды, купить чай, орехов. Вот, чуть-чуть отдохнуть, смейте обстановку. Я был здесь 5 лет и, приехав, я вспомнил, что здесь очень много Toyota, Honda, Subaru. Как и все азиатские страны, здесь очень много японского авторынка. В Китае примерно 45% это внутренние производители. Это типа как LeFan, Feu, BID. В описании я вам укажу эти все бренды. LeFan представлен в России, насколько я знаю, хотя у нас вроде Владивостока не продается. Остальные автоконцерны это мировые General Motors, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Audi, BMW. Сюда только импортируют такие машины, как Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Ну, то есть какой-то люкс. Здесь их не делают. В остальном все здесь собирают на внутреннем рынке. Все продается на экспорт. Уходит там буквально примерно полмиллиона единиц куда-то, ну, за пределы Китая. Выходя из гостиницы, сразу рафчик новенький, рестайловый. Чего у нас тут японского? Сервушка, корова, Тиана, Рейнджик, Эвок. Китайский какой-то производитель. Это Цивик, да? Цивик, китайский. Вот они любители пипикнуть. Пешеходы тут вообще не ставят ни во что. Даже на переходе. Хайлэндер старенький. Кстати, вот новые хайлэндеры у них двухлитровые идут. А вот такие вот старые, они 3,5-е, как и в Америке. Это вот старенький Volkswagen. Очень редко встретишь такие угловатые тачки. Мало прямых. Опять рафчик рестайловый. Тиана, Discovery, Land Rover старенький. Кстати, очень много коммерческого транспорта. Всякие полугрузовые какие-то автобусы, типа Мазды, Бонги. Много грузовичков, даже мопеды переделанные в такие... Типа как наш Муравей, если кто помнит такие машины. То есть коробки развозить. Китайцы вообще молодцы. Работают, что-то грузят, суетятся. Покупают, продают. Вообще молодцы. Поэтому и много транспорта у какого. Стрелл, 2,5-й. 2,5-й. Audi. Beha, пятерка, красавица. На тоннере. Forex, SG. А, это SG-H. Тиана. Аккорд. Тиана старая. Ну, прям старых тачек нету. То есть каких-то там типа краунов. Краунов там рогатых. Такого нету. Такого нету. March. Старенький. Вот серви. Сервью у нас такая красивая. Вот здесь вот под деревцем спряталась. Левый руль. А вот старый кузов. Четвертый. Ру-4, по-моему. Тоже на чехлах китайских, фирменных. 200 рестайловая крадется. Кто никогда не был в таких вот пограничных городах, наверное, никогда не видели. То есть практически каждый магазин написан по-русски. Его название и он полностью заточен под российского покупателя. Китайцы сами ничего не покупают в таких магазинах. Вон уходят одни русские. Шанель дешево надо. Балансиага. Прада. Луи Виттон. Все, что хочешь. Прада. В каком-то китайском эксклюзивном тюнинге. Я таких в России не видел. Но это новый, да? Теннис. Настоящая стоит где-то 130-140. Здесь она стоит 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Китайский кроссовер Hevel. Какой-то H2 модель. Полтора Т. Это, наверное, дизельный обряд. Наверное, полтора литра турбо. Я думаю. Размерами такой нормальный. Больше, чем сервий. Наверное, как BHX5. Тоже все тонированные вообще. И Китай не беспокоится за людей, за тонировкой. Что они там могут нашкодить. Как у нас там, да? Из-за чего вообще лоббировался закон. Патрол. Какого-то у них оптика почему-то другая. А не такая, как у, допустим, у патронов, которые у нас продаются. Что хочется сказать по сборке машин. Так как японские автоконцерны, они за десятилетия научились свои заводы открывать по всему миру. И вроде бы эти машины собирают китайцы. Но сборка, я уверен, она практически на уровне внутреннего рынка Японии. Даже в России, я уверен, машины собирают хорошо. Потому что у меня дома вот такая книжка про Тойоту. И там рассказано, как они научились свои заводы клонировать. И причем клонировать также качество и подход каждого рабочего на их заводе, чтобы не было брака. Его процент был очень минимален. Очень интересная книга. Вообще советую почитать какие-то книги про японские производители. Такие как Тойота, про Кэнон. Рассказана их идеология. Рассказана про менталитет. Очень хорошо японские. Про их отношение к качественным товарам, к своей работе. И после этого ты понимаешь, что лучшие в мире товары это японские и германские. Закос Хонды под Рэндж. Сейчас посмотрим, что это за модель. В Японии такой нет. Посмотрим. Авансьер. Интересно. Ну, прикольная модель на самом деле. Посмотрите сзади. И тут вот у нас гелик старый. G500. Страна, без тонировки. Какой я хочу, Жен. Я с Гидомик. Какой хочу? Да. Да сейчас посмотрим, что-нибудь возьмем. Да с Мином. Да с Мином доел. Да не люблю эти вообще пуэры. Так. Не люблю пуэры. Давай восьмилетний блинчик. Восемь лет, да? Да. Тот же шесть был. Ты отсюда откуда-то показывал восемь. А это восемь. А это шесть. Два. Сколько? Нет. Сколько стоит? Листа тоже. Давай. Давай. Тот же полный. Да. Стоишь? Давай сто грамм. Ацепь. Чтоб сто грамм было. Огромный. Подарок и печень. Как и в России, ребята на рейнджиках Vogue думают, что они ключи всех и паркуют в центра Туэль. Среди Хон самые популярные тачки это Accord и CR-V во всех узлах. Пермише, охота. Сейчас зайдем. Вот такой вот у нас интересный Nissan. Nissan. Я даже не знаю, что это. Leaf? Нет? Да нет. Nissan Lania. Не, не Leaf. Но похож. Похож. Leaf покороче. Новый, который. Китай с 2009 года номер один по оборотам рынка автомобилей. То есть и по их производству, и по их продаже. Соответственно, вся автоиндустрия Китая растет, потому что автомобили требуют ремонта, новых запчастей, вообще обслуживания после гарантийного и так далее. То есть этот рынок очень большой. В Китае нету какого-то дефицита автомобилей. Есть абсолютно все в разном состоянии. Новые машины бэушные, разные производители. Поэтому страна очень автомобилизированная. И есть из чего выбрать, что самое главное. Не как в России. Поэтому правый руль так и популярен у людей с ДВ и Сибири. Потому что мало качественных автомобилей в хорошем состоянии. Фонда Везель. Я вот только не знаю, на китайском рынке они из гибридной установки, либо они обычные полторашки вариаторов. Вроде про гибрид ни слова. Ника, ни-ка, ни-ка. Не, не гибрид. А-а. Видно просто. Полтора литра вариаторов. Блюберды никому не нужные. Очень мало, кстати. Вообще не актуальная машина. Вообще прямо нырла. Краун опять 180. Где же 200? Леворукие. X-Trail 31. Вообще в основном 32 ездят. 31 вообще нету. Редкость. А вот он у нас. И Тайота Краун. В 180 кузове. Я видел тут еще 200 кузов. Но почему-то их не видно сейчас. Успел заснять. Еще хочу найти марки X. Тут есть и 120, и 130, и рестайл 2012 года. Но что-то пока не вижу. Играет музыка. Первый раз вижу 570. До рестайловых их очень мало. А почему-то много лексусов, седанов, а вот джипов вообще нет. Hyundai Tucson. Highlander. Тут вот стройка какая-то. Рядышком. С люксовым отелем, кстати. Для сумки. Highlander. спорт АВД. Чем живет уссурист? Пригнать дешевого китайского товара. И продавать местным. Граница с Китаем. Челноки. Назоваю таких людей. Импорт автомобилей в Китай практически не имеет смысла. Потому что все облагается высокими пошлинами. И это не имеет смысла, потому что в Китае делаются практически все автомобили, которые есть в этом мире. И сюда только имеет смысл импортировать какие-то люксовые автомобили. Феррари, Вомборгини, Бугатти. Это что? Это новый X-Trail? Нет, китайский какой-то. Симпатичный очень кроссовер. Audi. 6-я, по-моему. А вот он X-Trail. Рестайловый. Автомобильный ряд припаркован возле торгового центра. Accord, Range, Hyundai, старенький. Ford, Civic, Pradig. Не самый новый. Cayenne. Corolla. Volkswagen какой-то. Какой-то Toyota Universal. Вообще даже не знаю, на японском рынке нет. Highlander, Honda. В общем, примерно половина это японские производители. Кто-то не парился прям, короче, на тракторе, приехал с полей на работу. Видно договариваться о кредите. Тут недалеко банк Китая, наверное, кредит будет брать. Honda даже Acura собирает в Китае. MDX, ZDX я тут видел, кстати. Вообще, вот прям автомобильный парк. Наверное, все, что есть в мире, все здесь есть. Nissan Dualis. Он же Qashqai на европейском рынке. В какие-то части Китая невозможно завести, не разрешено завести БУ автомобиль. Не имеет смысла рассказывать про общие правила ввоза автомобилей в Китае, потому что они в разных частях Китая, они все разные. Импорт автомобилей из Китая в Российскую Федерацию также практически не имеет смысла, потому что автомобили вроде бы здесь дешевле, но с учетом пошлины они не такие интересные. Но вот спецтехника из Китая, ее здесь очень много. Китай весь строится, и здесь вознообразие вообще самой любой вообще техники. Поэтому вот по спецтехнике имеет смысл заморочиться и что-то привезти из Китая, если вам нужен какой-то 50-тонный кран или хотя бы 25-тонный. Очень большой выбор, хорошие цены. Прадик дористайловый. Я не знаю, зачем такие машины, тут вообще нет, в принципе, бездорожья. Ну, как и у нас, что, как в Москве, купят прадиков таких. Зачем им прадики? Равчик. Еще один. Также популярная тачка, как и у нас во Владе. Тоже дористайл, но очень симпатичный. В данном видео, я думаю, вам показал то, что в Китае так же любят, как и во всей Азии, японские автомобили. Их примерно половина от всего автомобильного трафика, но это очень хороший показатель. Естественно, Тойота впереди всех, Лексуса мало. Ребят, ставьте лайки, ставьте дизы, подписывайтесь на канал. Дальше будут японские машины, в Китае еще поеду не скоро. Вот, и если буду выезжать куда-то, обязательно буду снимать авторынок в тех стран, где я буду. Всем пока. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.